Привет, ребята! На связи с вами Серега. И сегодня мы познакомимся с простеньким скриптом под названием Remodel.js, который позволяет создавать на вашем сайте вот такие красивые модальные окна с анимацией, замылением бэкграунда и так далее. Но перед этим маленькая рекламная пауза. Итак, спонсор показа компания хостинг Оуфер Хос. Это премиум хостинг всего за 49 рублей в месяц. Очень дешево, очень качественно. Здесь есть бесплатный перенос сайтов с другого хостинга. Более 370 скриптов бесплатно. Бесплатный конструктор сайтов. В общем, бесплатно, бесплатно, бесплатно. Если вам, ребята, нужен качественный, недорогой хостинг премиум класса, то, пожалуйста, регистрируйтесь. Ссылочка в описании под этим видео. И еще здесь есть качественная, щедрая партнерская программа для веб-мастеров. Ссылка в описании. Итак, рекламная пауза закончилась, а мы, ребятушки, двигаемся дальше. И сначала нам необходимо, так сказать, инициировать процесс подготовки. В описании к этому видео есть ссылочка вот на эту страницу и на архивчик statlight.g... Тьфу, рар. Вот так вот. Скачивайте этот архивчик, переходите на эту страницу и здесь жмете на кнопочку Download. И скачивайте zip-архив нашего скрипта Remodal.js. Так, сохраняю прямо на рабочий стол. И здесь, ребят, смотрите. Вот мой архивчик statlight. Я его распаковываю в текущую папочку. Так, и получившуюся папку переименовываю в Remodal. Так, зараза. Так, вот. Отлично. Дальше. Открываю архивчик Remodal. И здесь нам понадобится папочка dist, точнее ее содержимое. Открываю нашу папочку Remodal. И тут давайте мы заведем новую папку и назовем ее точно так же Remodal. Все. Отлично. Открываем ее. И все вот эти файлики Remodal.css, Remodal.min.js и Remodal.default.semi.css тема мы копируем сюда. Отлично. Так, теперь смотрите. Remodal.css это оформление нашего модального окна. Remodal.default.teme это дефолтная тема оформления. То есть, своя конкретная. Можно свою создать. И Remodal.min.js это файл, который непосредственно отвечает за, точнее это скрипт нашего окошка. Итак, работаем дальше. Эту папочку Remodal я переношу в свой редактор. Я использую Brackets. Вы можете использовать свой редактор. И здесь у нас в файле index.html есть div class main. Давайте внутри него мы и начнем работу. Разместим тег h1. Ну, я предлагаю сначала создать базу. То есть, чтобы не работать на голом листе html, мы немножко его приукрасим. И тут напишу модальное окно. Модальное окно. Можете написать всплывающее. То есть, разницы тут нет. Так, затем тег h2. И напишем нажмите. Так, елки-маталки. На кнопку ниже. Два и точия. Отлично. Ну и непосредственно сама кнопочка. Мы ее разместим в теге div. Так, это будет у нас обычная ссылочка. Так, покуда решетка. Давайте мы сразу же зададим ей класс какой-нибудь. Ну, давайте Remodel. Так, и А. Отлично. И напишем, назовем нашу псевдокнопку показать. Так, все. Сохраняемся. И теперь смотрим, что у нас получилось. Сейчас у нас там страх страшный. Вот так вот. Так, видим. Да, вот наше модальное окно. Так, все. Нормально. Теперь давайте приукрасим. Для начала поработаем с тегом main. Точнее, с классом main. Так, точка main. Здесь напишем max width. Ну, давайте 980 пикселей пускай будет. Затем bg. Так, стоять. bg. Вот она. fff. Дальше. Border radius. 3 пикселя. Так. И margin. 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 У нас будут 80 пикселей сверху и снизу. Отступ. И нолик. Не, auto. Auto по бокам. Так, ну и еще текст align center напишем. Текст align center. Ну и теперь, чтобы у нас было красиво и радовала картинка глаз, давайте мы для нашего тега body пропишем background. Я буду использовать специальный плагин для редактора brackets по вставке картинок, который называется gamepix. Так, здесь я выставляю максимальную ширину и высоту. Выбираю категория. Ну, какая. Давайте технологии. Поищем картинки по технологиям. Вообще удобный плагин. Не надо подбирать картинки, а прямо в редакторе и вставляешь то, что надо. Главное, чтобы был интернет рабочий. Так. Ну, вот. Давайте самолетик ставим. Здесь выбираю newtml background. Жму insert image. И у нас появляется свойство background со вставленной картинкой. Смотрим и видим. Вот наш самолет. Отлично. Так. Теперь для main давайте также мы еще пропишем padding внутри. Ну, давайте тоже 80 пикселей. Не, давайте по 40 пикселей. Сверху и снизу. И по бокам 0. Смотрим. И видим. Вот такая шикарная у нас картина получается. Отлично. Теперь идем в файл index.html. Воруем отсюда remodel.a класс, чтобы не писать его по новой. И под нашим main давайте вставим этот класс и оформим нашу кнопочку. Во-первых, пропишем ей background. Какой-нибудь красный цвет. Нажму ctrl-e и выберу. Ну, вот. Отличный цвет. Отлично. Так. Затем border. Так. Один пиксель. Solid. Этот цвет я отсюда скопирую. Так. И опять ctrl-e и сделаю границу темнее. Вот так вот. Замечательно. Двигаемся дальше. Дальше. Дальше у нас что? Давайте цвет шрифта поставим fff. Сделаем все буквы заглавными. Это правило text transform uppercase. И font size пропишем, ну, даже не знаю, давайте 27 пикселей. Побольше будет у нас такой шрифт. И что еще? Это паддинги. Давайте сверху и снизу по 20 пикселей, по бокам 40 пикселей. У нас получится здоровое большая кнопище. Вот она, да? Но смотрите. За счет того, что у нас здесь идет строчный элемент, он налазит на другие блочные. Поэтому давайте мы, ну, немножко подкорректируем. У main, например, снизу мы поставим не 40, а 80 пикселей. И для тега h2 сверху мы поставим, например, ну, давайте тоже 80 пикселей. Точнее, снизу отступ. Так, тег h2. Так, margin bottom 80. Сохраняемся и видим. Вот теперь у нас красота красивая, да? Однако, как вы понимаете, наша кнопочка пока не работает. Скрипт мы еще не подключили. И прежде чем подключим, давайте мы еще кое-что тут делаем. Во-первых, я сюда тоже влеплю border radius 3 пикселя. Так, вот так вот. И немножко поиграемся с анимациями и наведениями. Раз сделаем, два сделаем. Здесь напишем двоеточие hover. Так, а здесь двоеточие active. Ну, то есть при нажатии. Так, здесь у нас остается только background и border. И здесь то же самое. Background. Хотя здесь вообще мы поставим просто тень. Так, background. Меняем на синий цвет какой-нибудь. Так, отлично. Копируем, вставляем. И опять-таки делаем его темнее. Вот так даже. Отлично. Ну, а здесь напишем box shadow. Так, 0, 0, 11 пикселей. Решетка 0, 0, 0. И insert. То есть у нас будет такая четкая тень при нажатии. И теперь здесь еще мы пропишем свойство transition. Так, вот оно. И точка 5s. За полсекунды будет проходить анимация изменений. Итак, смотрим, что у нас тут меняется. При наведении, видим, кнопка становится синенькой. И при нажатии у нас появляется такая тень. Типа кнопочка вдавливается, да. Так, вот теперь, ребята, у нас, так сказать, база готова. И теперь, хотя нет, не готова. Так, смотрим, уменьшаем окошко. Картинка у нас не уменьшается, да. Давайте мы сделаем так, чтобы наша картинка, она тоже, ну, игралась с размерами. Поэтому здесь мы дописываем свойства bg-size, background-size cover. То есть это идет заполнение. Однако сейчас, по идее, заполнение не будет работать корректно. Почему? Потому что наш body, он растягивается не на всю высоту экрана. Ну, то есть у нас здесь контента очень мало. Поэтому мы здесь немножко поколдуем. В хроме точно будет работать. Так, для тега HTML пропишем height 100%. Так, и наш body теперь, видите, наш самолетик, он теперь начинает работать нормально, растягивается. И если мы по высоте будем уменьшать, ну-ка, видите, да, то есть картинка, ну, видно, что она там уменьшается. То есть будет зависеть и от высоты, и от ширины экрана, и, соответственно, будет тоже изменяться по размеру. Ну что ж, вот теперь готово, и мы можем приступать к подключению и изучению нашего скрипта. И первым делом мы возвращаемся на эту страничку, и здесь жмем на ссылочку docs. Попадаем на GitHub этого скрипта, Remodal.js. И здесь у нас начинается инструкция. Так, старт. Сначала нам необходимо подключить файлы стилей. Так, мы скопировали. Так, идем в наш редактор. Так, и вставляем перед нашим файлом стилей в файле index.html. Вот так вот. Так, здесь, ребятушки, смотрите. У нас скрипт, помните, размещен в папочке Remodel. Поэтому мы вот эту штуку удаляем отсюда и прописываем Remodel. Так. Это я скопирую, пожалуй. Нам еще это понадобится слово. И теперь возвращаемся назад и подключаем сам скрипт. Опять-таки, вот наш скриптик. Так, скопирую. Ставлю. После jQuery, обязательно после него. И тут опять-таки мы прописываем Remodel. Вот я скопировал. Зря. Так, Remodel. Отлично. Сохраняемся. И, в принципе, скрипты подключены. Теперь возвращаемся назад и смотрим, как же нам все это дело запустить. Запускается очень просто. Само модальное окно, оно размещается в классе с Remodel. То есть, div с классом Remodel. И этому div задается атрибут DataRemodelId, в котором мы и указываем название этого модального окна. Давайте мы просто скопируем все это дело, чтобы нам не писать ничего по-новой. И вставим здесь. После конца кода давайте, чтобы у нас уже было так визуально, как отличить в коде. Отлично. Здесь давайте напишем модальное окно. Окно или всплывающее. И сохранимся. Итак, обратите внимание. Вот наш класс Remodel. И вот у него атрибут DataRemodelId с названием Model. И смотрите. Теперь, чтобы запустить наше модальное окошечко, нашей ссылочке достаточно прописать вот сюда этот самый атрибут содержимое. То есть, решетка Model. Давайте мы напишем. Сохранимся. Идем сюда. Так, обновляем страницу. И жмем показать. И у нас появляется наше модальное окно. Видите, да? Обратите внимание, что у нас с примера сразу все скопировали мы вместе с кнопками. Здесь идет по умолчанию три кнопки. Это вот этот крестик. Кнопка Cancel. Кнопка OK. Все эти три кнопочки, они закрывают это окошко при нажатии. Также окошко закрывается при помощи нажатия на клавиатуре, клавиши Escape. Либо если мы нажимаем где-нибудь за пределами окна. Давайте я нажму, и у нас пропадает. Жму показать, нажимаю Escape, и у нас окошко пропадает. То есть, это также все можно настроить. И опять-таки напоминаю, что именно при помощи усилок атрибута Shref, равняется решетка Remodel, и атрибут DataRemodelID у самого окна Model, они являются связующими и указывают, какое конкретное окно открывать. То есть, мы можем разместить и 10 окон, и чтобы все это работало, мы просто-напросто размещаем. Например, у нас есть окно Model, потом еще есть Model 2. И мы просто-напросто здесь меняем Model 2, Model 2. И теперь при нажатии на ссылочку у нас будет открываться окно с атрибутом DataRemodelID Model 2. Давайте опять-таки я щелкну, и у нас открывается Model 2. Отлично. Так, теперь сами кнопки. Ну, здесь, обратите внимание, если мы вставляем кнопочку внутри нашего класса Remodel, бутон DataRemodelActionAttribute прописываем Close, класс RemodelClose, то автоматически при нажатии на эту кнопочку у нас окно будет закрываться. И здесь также еще две кнопки. Это Cancel и Confirm. У нее точно так же свои собственные атрибуты и свои собственные классы. Ну, а текст мы можем поменять. Напишем, например, согласен. Так, и напишем... Так, нет, не согласен, а что отмена. Так, и согласен. Так, сохраняемся. Так, жмем показать. И видим, отмена, согласен. Все это прекрасно работает. Так, двигаемся дальше. Смотрим, что у нас тут еще есть. Мы можем вызывать наше окошко как при помощи ссылочки через атрибута Shreve, так и при помощи атрибута DataRemodelTargetModel. Видите, да? То есть, давайте мы его скопируем. Так, вставим вместо нашей ссылки вместо Shreve. Вставляем. Только помните, что мы поменяли здесь значение этого атрибута на Model2. Поэтому здесь мы тоже добавляем Model2. И решеточку, обратите внимание, мы уже не используем, если используем этот атрибут. Так, сохраняемся. Так, обновляемся. И опять-таки я жмакаю. Видим, что у нас появляется окошко. И тут уже, видим, ручки у нас нет. То есть, ее надо прописать в стиле. Для чего этот атрибут, в принципе? Это для того, чтобы мы могли применить, вызвать окно при помощи любого элемента сайта. Например, ссылку убираем. Напишем обычный спан. Так, спан. Сохранимся. Так, обновляемся. Жмем показать. И окошко тоже появляется. То есть, как видите, все прекрасно работает. Также к каждому модальному окну мы можем применять свои собственные настройки. Давайте мы сделаем дубликат этой строки. Здесь тот же самый спан. Давайте нам пишем показать 2. Model напишем давайте 3. Здесь, опять-таки, сделаем дубликат. Так вот. И тут тоже напишем Model 3. Но только тут напишем модальное окно 2. Так, сохранить. Давайте я вернусь назад. Вот оно. Так, обновимся. Видим. Так, показать 1. Окно. Показать окно 2. Все прекрасно работает. Так, теперь, ребята. Смотрите. Когда мы щелкаем на окна. Например, если я щелкну здесь. Окно закрывается. Если я нажму клавишу Escape. Окно закрывается. Ну и, соответственно, закрывается на эти самые кнопки. Отмена согласна. Не верите. Проверяйте у себя в работе. Если повторяете за мной. И при помощи опций, давайте я уменьшу окошко Options, мы можем вот это все контролировать. Во-первых, первая опция это Hash Tracking. Чтобы вы понимали, она работает только с Attributal Data Remodel Target. Давайте вот мы сверху, видите, пример у нас. Скопируем сразу со значением Hash Tracking False. По умолчанию тро стоит. Скопируем и поставим. Так. Ну, давайте в первое окно поставим. Так. Где тут оно у нас? Вот оно. Так. Сюда вставляем все это дело. И теперь смотрите. Во-первых, что это за атрибут? Точнее, опция Hash Tracking. Она, еще раз напоминаю, работает только через вот этот атрибут. Иначе работать не будет, если ссылочка HREF будет обычный стоять. И оно делает следующее. То есть, если вы сейчас посмотрите на свои окна, то при нажатии здесь в строке адресной добавляется Model. То есть, давайте показать. Видите, Model 2. Так. Теперь я так все сохранил, обновляю окошко. Так. И теперь жму Показать. И модальное окно вылазит, а вот здесь ничего не добавляется. Ну, то есть, в этом и заключается суть вот этой самой опции. Дальше. Следующая опция, это получается Close On Out Side Click False. Ну, чтобы опять понимали, когда мы кликаем не по окну, давайте еще раз показать 2. Второй пример. Щелкаем. Оно закрывается. Но когда эта опция прописана и значение False, то видите, у меня ничего не закрывается. И точно таким же макаром мы с вами можем отменить нажатие на клавишу Confirm, то есть, написать Close On Confirm False, Close On Cancel False и Close On Escape мы тоже можем написать False. То есть, при нажатии на кнопочку Escape тоже будет выводиться, ну, окно не будет закрываться. То есть, давайте мы с вами сразу проверим. Так, показать. Жму Escape. Видите, закрывается. Теперь мы сюда добавляем, так, запятая. Вставляем еще одну опцию, двоеточие. Так, прописываем значение False On Intrown. Сохраняемся. И теперь при обновлении страницы я жму показать. Жму Escape. И у меня окно, видите, все равно не закрывается. То есть, ну, вот такие простенькие настроечки. Так, теперь давайте я эту кнопочку номер 2 удалю. Так, она нам тут не нужна в нашей работе. И, собственно, в принципе, здесь все. Единственное, что еще осталось, мы можем наше модальное окно сделать, когда при проявлении, чтобы фон задний не только затемнялся, но еще и размывался. Опять-таки, это все написано на сайте. Для этого то, что необходимо, чтобы размывалось, надо добавить в вводив с классом Remodel BG. Давайте этот класс скопирую. Так, вставлю. Ну что, давайте мы вот прямо на блоке Main и посмотрим. То есть, у нас получается в Body сам, как его, фон будет. Он не будет, получается, у нас размываться. Все, что содержится в теге Main, точнее, в Divi с классом Main, у нас будет размываться. Так, Ctrl-Shift-A. Добавляю Div. Так, и ему добавляю класс. Так, Remodel BG. Теперь, так, возвращаюсь к нашему самолету. Обновляю окошечко. И смотрите, показать. И видите, у нас вот это все начало размываться. То есть, раньше было четко видно, сейчас размывается. Но самолет, он по-прежнему четко виден. То есть, вот такая штука. Ну и последнее, что еще хотелось добавить именно для новичков, это то, что вы можете размещать в это окошко все, что угодно. То есть, не только текст, формы, картинки, видео. И давайте я вам сразу это покажу. Например, опять-таки, давайте мы вставим вот сюда сверху картинку. Так, я буду опять пользоваться плагином GamePix. Так, и здесь давайте выберем какую-нибудь игру, например. Так, где тут у нас Games? Вот же, блин, а? Вот они. Так, ну и здесь давайте сделаем ширину, например, в 600. Нет, давайте даже в 700 пикселей. А высоту давайте в 300 пикселей сделаем. Все, insert, вставляем нашу картинку. Здесь, в принципе, мы можем удалить все эти классы. Так, они нам тут не нужны, для примера. Сохраняемся и смотрим. Так, видите, картинка у нас прекрасно вставилась. Все, есть. И сразу говорю, что здесь в нашем дизайне она будет адаптивной. Сейчас я вам покажу, почему. Давайте мы ее уменьшим. Видите, да? Потому что в стилях я прописал вот такой код. Images Max Width 100%. То есть при максимальной ширине она будет своего размера. Как только ей не будет хватать ширины, она будет автоматически ужиматься. То же самое с видео. Например, давайте мы откроем YouTube. Так, где же мы еще видео с вами будем брать, да? Так, и здесь... Ну что, давайте вот сразу Машу и Медведей запилим. Так, поделиться. HTML код. Я этот копирую. И смотрите, здесь для адаптивного видео у меня есть специальный класс WithRes. Ну, видео респонсив. Так, и получается наше видео с YouTube надо вставить именно в этот div. Давайте мы здесь напишем div res. Так, вжимем tab и внутри него разместим этот frames видео. Сохранимся. Так, и видим. Давайте я обновлю страницу. Так, показать. Ничего не работает. Так, я, наверное, что-то не это написал. А, div res. WithRes. Так, сохраняемся. Смотрим и видите, да? Наше видео тоже нормально работает. Ну, картинка у меня сейчас не подгружается. Что-то тут глючит. Сам сервис или мой интернет. Так, показать. Ну да, сервис глючит. Видите, да? То есть, если я уменьшаю, то у меня уменьшается и видео, и картинка. Вот так вот, ребятки. Так, следующий момент, опять же, для новичков. Как поменять ширину окна? Смотрите, просмотреть код. У нас там есть... Так, еще раз обновлю, чтобы убрались эти атрибуты редактора Brackets. Так, посмотреть код. И смотрите, у нас есть класс RemodelDefault в теме CSS. То есть, в этом вот именно файле стилей, который мы подключали после Remodel CSS. Здесь есть вот такая штука. RemodelMaxSuite 700 пикселей. То есть, мы идем в наше стиле. Так. И тут ищем. Так. MaxWidts 700 пикселей. Вот. То есть, мы можем здесь поставить просто, например, 900. Сохранимся. Так, возвращаемся назад. Так, обновляю страницу. Жму показать. И видите, окно стало заметно шире. Так вот. Ну, картинка сейчас подгрузится, появится. Ладно. Не будем ждать. Так. Ну, в общем, ребята, вот такие штуки. Если я где-то что-то недосказал, что-то непонятное, то задавайте вопросы в комментариях. Будем друг другу помогать. На связи с вами был Серега. Спасибо за лайки. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...